Микс Ньюс. В эфире «Вопрос с пристрастием» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале Микс Ньюс ЛВ, присоединяйтесь. В гостях у нас сегодня Ева Берзини, исследователь Академии обороны. Здравствуйте. Здравствуйте. Исследование, которое проводил ваша академия или ваш исследовательский центр, довольно нашумело, скажем так, в общественном пространстве. И какие-то цифры, какие-то результаты исследований мы уже обсудили в нашей студии. И, в общем-то, об этом наши слушатели наверняка читали в разных источниках. Но хотелось бы сегодня поговорить больше о том, почему мы, собственно, взялись за это исследование, и как его собирать применять. То есть хорошо выяснили мы, что думает, условно говоря, русскоязычная часть населения. Дальше-то, что как нам это поможет бороться с гибридной войной? Вот об этом, собственно, сегодня и пойдёт речь. И, может быть, для начала, для тех, кто забыл, что это за исследование, в двух словах, к каким выводам вы пришли? Да, ну, название исследований «Возможности дестабилизации общества в Латвии» ну, довольно-таки вызывающее, конечно. Но это действительно, мы это делали в контексте гибридной войны. И эти идеи по поводу исследований у нас начались в 2014 году, после событий на Украине, когда они начались. И это мотивировало нас это делать, то, что в это время возникли вопросы, всякие интерпретации, а кто будет следующая цель. Ну и поскольку в Латвии всё-таки наша специфичность ситуации в отношении того, какая у нас этническая структура, государство, то, конечно, Латвия называлась как одно из возможных мест, где, ну, кое-что такое могло бы произойти. То, что нас интересовало, конечно, эта война имеет разные стороны, но нас интересовало именно невоенная составляющая этого типа войны. Ну вот и, собственно, да. А нас это кого? То есть инициатива исходила от Академии обороны, от НАТО, от Министерства обороны, от правительства? Нет, это у нас был, мы академический центр исследования, и в первую очередь у нас был академический интерес, потому что мы занимаемся развитием военной науки в Латвии и в контексте гибридной войны, то есть в основном это было академической мотивацией. Да, но ведь это исследование кто-то должен был оплачивать, наверняка какая-то поддержка от правительства была или не было? Ну, у нас есть средства нашего исследовательского центра. То есть ничего дополнительно не привлекалось? Нет, по тем средствам, которые нам запланировали, мы это и делали. В принципе, основная, вот как учёных, наша мотивация была, вот чтобы у нас были данные для того, чтобы мы могли писать научные статьи, участвовать в конференциях и так далее. Но и вот в процессе появилась и прикладная сторона этого исследования, и то, что мы в процессе довольно долго делали, да, почти два года над этим мы работали и в процессе, когда вот промежуточные результаты были. Мы с этим ознакомили должностные лица, лица и министерства наши, и также другие учреждения, которые заинтересованы в этих вопросах. Ну и оказалось, что это их интересует, и что это, ну, может помочь в их работе. А не является ли это для вас чужой сферой? Это всё-таки больше социология, может быть, я не знаю, какие ещё области знания, как-то сложно соотнести это с военной наукой. Да, вот знаете, поскольку мы там, наш основной фокус был влияние России, да, потому что в контексте в Украине так или иначе мы говорим о России, да. Но и тогда мы исходили из того, с той точки зрения, как Россия понимает современную военную деятельность. И если вот почитать военную доктрину России, также, которая была вот издана в конце 2014 года, и также новую стратегию обороны России, то там ясно написано, что вот с точки зрения России, да, то, что характерно в современной войне, то, что военные угрозы перемещаются в информационную и внутриполитическую сферу. И вот мы исходили вот именно с этой точки зрения. И вообще то, что, ну, хорошо, мы там можем дискутировать о терминах, да, там гибридное, негибридное, но тем не менее то, что характерно для вот современной военной деятельности, то, что размывается рубеж между военной и гражданской составляющей общества. Было ли это актуально и для вас, и, в принципе, не знаю, для исследователей в сторонах НАТО, с которыми вы наверняка общаетесь и как-то поддержите контакты, до начала украинского кризиса? Или мы все это вдруг поняли, что стирается грань, вот с включением Крыма в состав России? Вообще-то, ну, то, что, если мы говорим о том, что значит современная война, то Украина, конечно, не точка поворота, да. То, что говорится о современной войне, вот мы можем говорить с 90-1991 года, первая война в Заливе, да, и, в принципе... 91-го года? 91-го, да. Да, вот когда это вот так считается, да, когда первая, ну, такая точка поворота, где действительно такие новые концепции применялись. В том числе информационная война? В том числе, в том числе. Это много разных составляющих, я, ну, меня лично информационные аспекты интересуют, я на этом делаю фокус, но это было, да, там, да. И, в принципе, вот если посмотреть, там российскую военную мысль, также китайскую, это они используют как пример и делают там свои выводы, да. Так что это 90-е годы, да, мы можем об этом говорить. Но то, что в нашем контексте, конечно, Украина это всё эскалировала так. А давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Константин. Значит, интересно, очень ваши гости излагают проблему. Ну, я сам офицер военный, кадровый, в нескольких поколениях. То есть, что такое война и отношение военных событий в мире, я знаю очень хорошо и долго этим занимался. И результат ваш, и в том числе военной наукой, начиная с родителей и сам в том числе. И учёный, берясь за какую-то работу, должен оперировать на начальном этапе какими-то вводными, какими-то изначальными данными, которые должны быть, ну, максимально приближёнными к идеальными или к действительности. То есть, они должны быть правдивы, они должны быть исходными без каких-либо вмешательств. Ваше исследование построено на данных, полученных из пропагандистских обработок, которые сюда привнесены извине. Если мы говорим о России и об Украине, и вы рассматриваете в контексте российских мер противодействия, то изначальными базовыми событиями была попытка западного содружества вывести Украину из орбиты политического влияния России. Россия находится в очень ослабленном сейчас положении. Все это прекрасно знают. И ни о какой агрессии, так же, как в 2014 году при Столыпине, ни Путин, ни его министр обороны, ни Шойгу, тем более ни Сердюков не планировали никаких телодвижений, имеющих огромные финансовые последствия, в сторону Украины еще ближайших 20 лет. Потому что бюджет в России очень слабый. Все это знают, и Путин не дурак. То есть западный игрок решил, воспользовавшись слабостью России, вывести Украину из орбиты России. Это было изначальным тазачком. Все дальнейшие действия России это ответные меры. И вот на базе вот этой концепции надо делать исследование. Россия не субъект агрессии, а Россия объект агрессии. Спасибо. Как вы увидите эту ситуацию? То есть в информационной войне, которая уже происходит, Россия все-таки субъект или объект? Ну вот то, что касается нашего следствия, да, мы все-таки, да, я понимаю точку зрения слушателя и, да, понимаю то, что он говорит. Но вот как бы наше исследование, это не исследование кризиса в Украине. Я говорю то, что это просто был как бы толчок, повод. Да, но из-за того, что вот поднялась этот интерес, да, может ли быть что-то в Латвии как бы как следующее. Но, видимо, наши радиослушатели намекают на то, что в принципе не может быть, потому что Россия отвечала. Да, но я, да, он так говорил, но то, что я пытаюсь вот тут сказать, что то, что мы делали, мы просто, мы исследовали наше общество, какое вот измеряли температуру в нашем обществе. И мы просто вот выяснили тоже, какие взгляды насчет кризиса в Украине. Но в этом исследовании мы воздержали, ну, мы не делали анализ войны в Украине. Хорошо, вам лично как кажется, все-таки Россия в этой истории была субъектом или объектом информационной агрессии? Ну, вот я скажу так. И в этом я, конечно, немножко согласна с говорителем. Вот есть книга Збигнева-Бжижинский, написанная в 1997 году, по-моему, «Большая шахматная доска». Ну, вот и там, там очень, там изложено, да, стратегическое значение Украины для больших геополитических игроков. И, в принципе, любому, кто эту книгу читал, ну, понятно, что если вот начнется какое-то движение Украины в каком-то западном направлении, то, конечно, Россия там будет реагировать. И, естественно, кризис, в том, что вот 2013 год, да, это не первый такой, там, не первый случай, да, мы можем смотреть «Оранжевую революцию» 2004 года. Но все-таки не все наши радиослушатели, наверное, читали эту книгу. Ну, а все-таки, если вернуться к этому вопросу, то Россия объект или субъект информационной агрессии? Ну, поскольку не читали книгу, то я немножко расскажу, вкратце, в двух словах, то, что Бжижинский там писал, да, что вот Украина для России стратегически очень важна. Без Украины как сообщника Россия, ну, как бы не может стать такой оригинальной державой. Это критически важно для России. Ну, так, примерно так. То есть Россия, насколько я вас понимаю, находилась в той ситуации, когда не реагировать, в том числе информационным образом, она не могла? Ну, в принципе, как я говорю, да, если это понять, то ясно, что так просто это не будет возможно. Ну, да, да. А если вернуться к вашему исследованию, то что нового вы выяснили в плане проведения информационных войн и в плане, может быть, какой-то первоначальной обработки общества для этих информационных войн? Вот вы говорили, что это вам нужно было в том числе для того, чтобы ездить по конференциям, представлять свои исследования. Что вы расскажете академическому сообществу за пределами Латвии? Что нового? Да, вот то, что у нас наш подход, в чём новый, и в чём я немножко не согласна с слушателем, который звонил, что у нас данные, у нас не пропагандически предвзяты. Мы действительно делали свои исследования, эти данные, как раз вот я думаю, то, что он говорил, да, это как раз, я думаю, даёт это понимание ситуации. Но вот то, что мы делали, вот когда началось, это противоборство разных точек зрения, да, и в принципе, то, что слушать, я говорил, в нашем исследовании видно, да, что русскоязычные склонны считать, что кризис у Украины спровоцировала западное влияние, а латыши наоборот, что Россия, да, субъект или объект, ну, как мы дефинируем, что одно или другое. Но то, что, да, то, что в нашем подходе может быть такое новшество, много говорилось, да, о том, вот какое содержание средств массовой информации, да, как там фейки делают и так далее, и так далее. Но то, что мы пытались сделать, вот понять нас, как люди это воспринимают и кому они больше верят, если так. Вот здесь Джозеф Най, основатель концепции мягкой силы, да, о которой говорится, да, тоже. Ну и он, помимо всего другого, тоже говорил, что в современном мире выиграет не та сторона, у которой сильнее армии, а та сторона, чей рассказ выигрывает. А рассказ выигрывает тогда, когда, ну, чем больше люди ему верят и считают правдивым. И то, что мы пытались сделать, это выяснить, вот какой рассказ выигрывает в Латвии. А возможно ли такая ситуация, когда общество определенного государства или живущее на определенной территории более или менее поддается вот этой информационной обработке? Ну, словом говоря, есть такая сторона, на которую невозможно информационно повлиять, на жителей которой? Так, мне так сложно. То есть, можно вопрос немножко так реформировать? Я так что... Вы сказали, что вы пытались выяснить, насколько поддается наше общество обработке, насколько, что сейчас думают, какие сообщения принимают, какие не принимают. В этом плане мы чем-то отличаемся от других стран, на ваш взгляд? То есть, есть ли такое общество, которое не поддается обработке? Мы отличаемся, и мы, и Эстония, отличаемся вот именно в этом контексте, да, с русско... с тем, какая у нас общество и какая этническая структура общества, потому что русскоязычное общество и в Латвии, и в Эстонии, и там есть другие исследования, они дают примерно одинаковые ответы, и в этом есть сходство. То есть, они больше поддаются влиянию? Да, и вот, например, если вы бы смотрели сравнительные данные, вот как... Ну, будем называть корректно коммуникацией России, да, не будем там обзываться, да, там, пропаганда или как, да, это вопрос терминологии, ну, скажем так, международной коммуникации России, то, в принципе, если смотреть в Запад, на Европе и вообще в мире, то она не совсем эффективна, да, это представление о России, ну, не очень улучшилось, а совершенно наоборот, в России, да, с началом кризиса в Украине и с аннексией Крыма, там, рейтинг президента вырос, и другие процессы. Но существует мнение, что в России просто недоступны другие источники информации, или просто люди их не ищут? Условно говоря, есть федеральные каналы, ну, с которых никто никуда не переключается, и, соответственно, вот отсюда вот эти вот рейтинги. Есть такая идея? Ну, есть и такая идея, но вот Латвия и Эстония, да, у нас тут доступно, и такие средства массовой информации, и такие, но всё равно это влияние видно. И вот я думаю, что это, вот это мы не исследовали, но это может быть какое-то там не настолько, не напрямую, вот смотрел телевидение или слушал радио, сделал какой-то вывод, вот именно есть какой-то культурной там составляющей, может быть, какая-то историческая память, почему люди верят тому или другому СМИ. Вот мы именно, и вот в контексте Украины мы делали в нашем исследовании, ну, одно дело опрос, но у нас также было 40 интервью с людьми, в большем счёте даже с русскоязычными, и у тех, которые признали то, что они доверяют российским средствам массовой информации в контексте украинского кризиса. Вот мы спрашивали, почему, и там очень разные объяснения, довольно-таки интересные. Вот, например, один респондент там говорил, вот я сам русский, и поэтому я знаю, что русские не врут, и поэтому я доверяю российской стороне. А кто проводил эти интервью? Это мы, интервью проводили, проводила наши партнёры, которых мы наняли делать полевую работу, потому что это очень объёмная работа, и мы нанимали социологов. А ваши партнёры, социологи, респондентам говорили, что они работают на кого? Нет, они не говорили, что это в контексте... А как они представлялись? Ну, что делается опрос по поводу актуальных проблем в сфере безопасности. И люди не спрашивали, кто этот опрос проводит? Ну, это партнёры делали. Но если вы намекаете на то, что как бы, что они видели, что это вроде бы из Национальной Академии обороны и спрятали своё мнение, то это не так. Там видно, что всё-таки более-менее можно... Но ведь личность интервьюера и обстоятельства, они могут влиять на ответы? Могут, но поэтому и работали с профессионалами. Но аналитику мы делали всё в своём центре. Но это действительно это очень трудоёмкое занятие, и мы благодарим своих партнёров, что хорошее сотрудничество получилось. Давайте примём звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я, конечно... Ну, как вам сказать, вот когда отзыв идёт на Бжижинского, почему-то все забывают, что Бжижинский не был исследователем, а был активным игроком одной из стороны, что на него накладывал обязанность принимать какие-то постулаты для решения определённых задач. И поэтому сейчас отзываться на него это не совсем корректно, хотя бы многих вопросов. Я сам его читал, он прав. А по крайней мере, вот в результате получается, что вот исследование ваше, ну, я бы сказал бы, наукообразное, идёт на том же уровне, как утверждение, что если в Кране нет воды, то выпили её, естественно, люди еврейской национальности. Это я утверждаю, как латыш, а не как русский. А почему? Вы на чём основываете свои выводы? Да-да-да, я слушаю. На чём вы основываете свои выводы? На чём я основываюсь? Я основываюсь на том, что геополитика это определённый род занятий, где есть основное, не эмоции, а геополитические интересы. И если геополитика предполагала, что растербанит Советский Союз, то действия были логичны. И ответные меры России в этом плане тоже были логичны. Нравится это и не нравится. А утверждать, что на эмоционном уровне, что Россия вот, понимаете, задвинула свои войска в Украине. Ну, не было этого. Ну и что? Это можно говорить, можно не говорить. На Востоке говорят очень просто. Сто раз скажи халва, слаще от этого места нет. Да, спасибо. Я только, может быть, со своей стороны напомню, что исследовали тут не Украину, а, собственно, скорее реакцию латвийского общества. Вас лично что-нибудь удивило из тех цифр, которые вы получили? Вроде как бы накануне, или когда вы только начинали проводить свое исследование, появились данные другого исследования, проведенного СКДСом, по поводу того, что русскоязычные жители Латвии, в принципе, патриоты. Вот на фоне этих результатов, то, что вы получали в ходе интервью, оно чем-то отличалось? Да, ну вот то, что лично меня удивило больше всего, вот когда я читала интервью, особенно с русскоязычной частью населения, то то, что я поняла, что по разным вопросам они их видят по-другому, они мыслят по-другому. У них другой взгляд, другая точка зрения. Но в то же самое время это ни в коем образом не означает то, что это как бы не лояльность к нашему государству или какое-то враждебное отношение. И вот это одно из главных вещей, которых мы как авторы этого исследования, что мы хотим подчеркнуть, да, что и то, что нам кажется, что где это есть прикладная ценность, показать, что есть разница во мнениях, и с этим надо считаться, когда принимать решения, когда делать какие-то коммуникационные активности и так далее. А что значит они мыслят по-другому? Как они мыслят? Ну вот то, что удивило, что вот это есть на вопрос, что есть разница в мнениях, и больше всего это мы констатировали по такому признаку, как язык, который используется в семье латышки или русской. Там эта разница в мнениях была более выражена. Ну хорошо, это выливается в то, что большее количество русскоязычных, наверное, читают, слушают российские СМИ, большее поддерживают внешнеполитическую линию России, может быть, меньше доверяет НАТО. Но почему так происходит? У вас есть предположения? Ну вот да, и это тоже наше исследование показывает эти результаты. Я все-таки думаю, что в основном это информационное противоборство. И то, что в Латвии у нас, да, у нас как бы вот мы тут очень чувствуем, да, мы на рубеже, где у нас есть столкновения и пророссийского видения вещей, и прозападного. И у нас есть это вот столкновение, мы это очень остро ощущаем. На ваш взгляд, те русскоязычные, которых вы опрашивали, или кого опрашивали ваши партнеры, они автоматически поддерживают российскую геополитическую линию, условно говоря, просто потому, что они говорят на русском языке, или это обусловлено чем-то еще. Ну вот я говорила, вот то, что мы исследовали, это не дает мне повода вот сказать, какие там, почему они так думают, как они думают, то надо там другое, другое делать, то, что мы как бы делали, просто вот такой первый, ну, измерить температуру, так сказать, а почему она такая, там надо было еще глубже смотреть, но вот это есть влияние средств массовой информации, но это не означает, вот переключим на других средств массов, он будет думать по-другому, может быть, они выбирают средства массовой информации, которые соответствуют их взглядам, и это может, как я говорю, это может быть какая-то культура, история, какие-то родственные связи, и так далее. А откуда, на ваш взгляд, берутся вот эти первоначальные установки? Мы вроде как бы все жили в одной стране, с одной идеологией, были одни и те же фильмы, одни и те же учебники, то есть вроде как бы большой разницы не должно быть, по крайней мере, в старшем поколении, тем не менее, вот эти взгляды и установки, они противоположными получаются, особенно для старшего поколения. Да, ну нет, если мы смотрим период Латвии после восстановления независимости, то вот как бы сразу после этого у нас все-таки появились две информационные пространства, и там другие коллеги, ученые об этом говорят уже 10-15 лет назад, что у нас есть два информационные пространства, и просто то, что вот сейчас присоединилось, это внешнеполитическая ситуация, геополитическая турбулентность некая, и это глобальное информационное противоположное, но я думаю, что она ну как бы она не на пустом месте, а уже на той ситуации, которая у нас здесь исторически была. Есть ли какая-нибудь корреляция, я не знаю, исследовали вы этот аспект или нет, между тем, где человек работает, ну то есть, условно говоря, как он зарабатывает деньги и какие у него идеологические установки? Но больше все-таки мы видим то, что более про вот эти, как бы, ну, более под влиянием российских СМИ, будем сказать так, все-таки более склонны люди с низким уровнем дохода, как бы деятели, как это, физической деятельности, как это, рабочие, скажем так, безработные также, так что тут немножко вырисовывается, да, что есть этот социально-экономический Это среди русскоязычных. Можно ли это вообще, в целом, в целом. То есть, латыши, которые мало зарабатывают и, условно говоря, плохо живут, они тоже подвержены влиянию, ну, условно говоря, российской коммуникации, как вы ее называете. Я правильно вас понимаю? Можно так говорить, да, 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 в каком-то смысле. Но хотя в большинстве все-таки то, что мы видим, что латышко-говорящая сторона все-таки более иммунна к этому влиянию, да, не смотрит, но не очень так поддается. Давайте примем еще звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я не сначала слушаю вашу передачу, но хотелось бы два вопроса задать на самом деле. Первый вопрос, с какой целью такое исследование проводилось? То есть, задаюсь вопросом этим, почему, неужели Латвия собирается как-то конфликтовать с каким-то государством, с нашим соседом, раз ее интересует мнение русскоязычных, да, ну и второе, ну уже может не вопрос, ну тоже вопрос, да, какое мнение могли ожидать опрашивающие, да, когда в отношении жителей русскоязычных, в общем-то, действительно, постоянно проводилось дискриминационное и наплевательское отношение, вот действительно наплевательское, да, какое еще мнение можно было ожидать это на самом деле. И еще один комментарий, дело в том, что слушая, как говорят, альтернативные масс-медиа, да, которые почему-то у нас любят еще и закрывать, кроме всего прочего, да, мы там слышим именно аргументы, вот русскоязычные каналы, например, смотреть, там есть аргументы, почему действует так или и так, да, а слушая латвийские, каналы или СМИ, да, мы слышим, мы слышим только байки, вот сказки, самые настоящие сказки, агрессоры, там напали, оккупанты, там войска. Спасибо. Ну так, начнем потихоньку. Во-первых, в двух словах, еще раз, зачем? Да, 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 ни в коем случае не собираемся воевать, да, и, но, чтобы объяснить, почему мы это делали, вот вспомним фильм BBC, третья мировая, вот такие идеи, вот фильм BBC, это такой, ну, очень громкий был, но такие идеи были в западном обществе, да, вот, и чтобы, и был довольно-таки большой интерес западных коллег, да, вот как там, что там, да, и их взгляд довольно-таки поверхности, они просто смотрят нашу этническую структуру, вот, и делают там выводы, да, что вот здесь есть некая опасность. То есть мы хотели выяснить, как это на самом деле. Так вот, у них есть опасность? Выяснили? Да, выяснили, и выяснили, что, что в первую очередь нам надо делать свою домашнюю работу, чтобы слушатель, который говорил, да, как он чувствует, чтобы он так себя не чувствовал, да, то, что наш главный вывод, да, потому что вот одна из, как эта гибридная война работает, да, что использовать внутренние слабые места, и, и то, что мы выяснили, что влияние России всё-таки в Латвии переувеличено, да, но у нас, то, что мы видим, да, есть некие слабые места в виде такого, ну, в виде поляризации общества. но я ещё хочу подчеркнуть, неправильно, что мы только о русскоязычных говорим, потому что мы смотрели другую проблему, да, это удалённость от власти, да, в целом общества и правительства, и тут видно, видно, что есть эти проблемы, и имея в виду то, что контекст всё-таки так или иначе турбулентен, то наш позиции, наш вывод, да, что надо делать всё-таки свою домашнюю работу и как-то стараться эти, сплотить общество, чтобы оно было... Неграждане или решение проблемы неграждан входит в нашу домашнюю работу? В том числе, да. На ваш взгляд, какие-то шаги со стороны правительства в сторону неграждан, будь то, не знаю, право голоса на муниципальных выборах или упрощение процесса натурализации или что-то ещё в этом направлении, это смогло бы снизить риски, которые вы оценивали? Например, влияние или то, насколько человек поддаётся влиянию коммуникации российской? Вот я бы в другом ключе на это смотрела. Вообще-то оговорка, да, что мы там смотрели разные вопросы вот так в деталях проблематику гражданства, негражданства там мы не изучали, но вот всё-таки я бы с другой стороны подходила, потому что процесс, ну, он есть, да, натурализации, да, но я думаю, что здесь в первую очередь важны не такие процедуральные какие-то шаги, но отношения государства и жителей государства, чтобы они чувствовали лояльность и чтобы у них было желание быть гражданом. А как, на Ваш взгляд, государство может делать эти шаги навстречу, если не принимают какие-то законы? Ну, то есть, непроцедурным образом, тогда каким же? Ну, вообще-то, мне кажется, то, что, как выйти из этой ситуации и то, что нам необходимо, вот мне кажется, нам необходимо какое-то, ну да, может быть, это так, но тем не менее, я думаю, что нам нужно не столько вот фокусироваться на, вот, например, что содержание российских СМИ и что они говорят о Латвии, нам надо выстраивать свою линию коммуникации, линию стратегии, давать какие-то свои рассказы, их формулировать, такое стратегическое ведение будущего, чтобы люди чувствовали, что вот жить в Латвии это хорошо, лучше, и мы ну какое-то, да, ведение будущего, позитивное, если я так понятно, выражаясь. Ну, например, в чем бы это могло проявляться? Ну вот, то, что мы также констатировали в своем исследовании, да, то, что самые большие угрозы, по мнению латышского общества, как латышко-говорящих, так и руско-говорящих, это социально-экономические вопросы, да, люди считают, что самые большие угрозы, это низкие зарплаты, низкая социальная обеспеченность, и вместе с тем наиболее не обеспеченные слои русскоязычного общества, более подверженные российской коммуникации, то есть это проблема в общем-то да, но то, что я хочу сказать, вот эту проблему ощущают одинаково все общество, вот если бы выдвинуть как приоритет улучшить эту ситуацию, да, экономическое развитие, например, то я, ну, то это была бы возможность, да, как нам сблизиться, чтобы была какая-то общая цель, и чтобы, ну, да, чтобы люди чувствовали здесь лучше, гордились этой страной, и что это наш общий дом, где мы хорошо можем жить, ну, так. На ваш взгляд, этот вопрос, эту проблему можно решить исключительно риторикой, или все-таки, не знаю, больше денег выделять на медицину, к примеру? Да, 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 не только риторика, конечно, но и риторика, она эффективна тогда, когда она совпадает с действием, но, конечно, там проблемы сложные и большие в многих отраслях, все-таки шаг за шагом, шаг за шагом, и так же, как и освещая. И так же, мы вот людей в интервью спрашивали о том, ну, какое содержание средств массовой информации интересует, и они, в принципе, заинтересованы более как-то в позитивной информации, положительной информации, и так же, вот там, например, там, как начинать свой бизнес, как юридическую помощь, получать, и где можно отдыхать, в Латвии и так далее, и мы как-то, ну, более должны говорить о этих положительных вещах, я так думаю. Вы все это излагали представителям правительства или депутатам Сейма, и какая была реакция? Вот я должна сказать, да, то, что мы только недавно дали это исследование огласки, мы говорили с представителями власти, я должна сказать, что отношения довольно-таки положительные, и я думаю, что есть многие министры у нас, которые это воспринимают с пониманием, и понимают, что надо что-то делать. А что делать? Ну, это что собирать делать политики, реагируя на ваши исследования? Наверняка как-то обсуждалось, где-то в каких-то форматах делили с вами, может быть, планами? Так детально мы не долились, мы просто показывали то, что какие данные, какие проблемы, ну, как это решать, это не так быстро делается, это тоже не наша прямая обязательность. Давайте примем еще звонок, называйте наушники, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот интересный факт. В 90-х годах одновременно в три Прибалтийские республики приехали с Канады и Америки президенты, то есть люди без гражданства и сделали здесь гражданами за неделю, там, за три дня. Это Ильвис, Фрейберга, Адамкус. Они работали как спецслужбы информационные, то есть Голос Америки свобода, по-моему. Далее, когда Грузия напала на Южную Осетию, то есть это уже все подтвердили, да, ну и раньше это тоже было знакомо, то наши президенты или премьеры, я не помню, с трех прибалтийских республик поехали в Грузию поддерживать Саакашвили. То есть он агрессор, это всем понятно, но наши поехали его поддерживать, как будто он пострадавшая сторона, как будто он жертва. Вот это с какой целью это делать? А в чем ваш вопрос? То есть мне кажется, что наши власти и вы в том числе это просто завербованные западные спецслужбы. Спасибо. Вас вербовали западные спецслужбы? Нет, меня не вербовали. Но вот тут яркий пример столкновения двух диаметра полярно противоположных видов на вещи. Вот как российская сторона дает вот это, что Грузия напала на Осетию, но мы это видим как агрессия России против Грузии. Ну вот это и Украина тоже самая. Вот это наглядный пример. И здесь и видно как тогда с такими разными установками как нам найти общий язык. А нам надо найти общий язык, потому что мы одно общество, мы в одной лодке. И нам надо найти общий язык. И каким же образом его найти? Вот то, что мы говорили, если эти мнения установились, и если они такие разные, то есть теории, которые это объясняют, что невозможно дать какие-то контраргументы и переубедить человека. Скорее реакция будет противоположная. Ну и поэтому я вернусь обратно к тому тезису, что я говорила, что нет смысла тратить энергию и ресурсы на переубеждение именно этих установок, но нам надо найти что-то общее, где мы можем, о чём мы можем говорить и быть согласны. То есть поменять повестку дня? Поменять повестку дня, да, вот вы точно сказали. А как вы это сделаете, если перед каждыми выборами у нас на повестке дня в первую очередь выдвигается национальный вопрос? Вот это моя мечта учёного или можем говорить из сферы научной фантастики, но я думаю, что если мы хотим что-то менять, то надо, чтобы партии соревновались, конкурировали по тому, кто напишет самую лучшую программу экономического развития. А вот эти этнические вопросы ставить на задний план. Я не говорю, что надо отказаться от принципов или так далее, но это моё солнечное видение, возможно, наивное, но одно, как это может быть возможно. Я думаю, это роль средств массовой информации, потому что какие вопросы вы будете задавать, такие ответы политики будут готовить. ну и может быть какое-то понимание всё-таки появится. Но, конечно, это, ну, к сожалению, да, с самого начала независимости, да, от этого этнического раскола получают политические дивиденды. может быть, своей мечтой поделюсь из разряда научной фантастики. Вот я, например, мечтаю о том, чтобы наши аудитории и на порталах, и в других средствах массовой информации меньше реагировали на подобные заявления, потому что, к сожалению, тут можно сказать, что политики, возможно, ведутся на желания аудитории, которые хотят слышать о национальных проблемах в том числе, потому что эти новости традиционно оказываются самыми читаемыми. вот что с ними надо делать? Да, но я буду оспаривать вас вот с данными. Во-первых, то, что комментарии пишут, да, они действительно в наших порталах ужасные, агрессивные, но этих комментарий, да, по не нашим, но по другим исследованиям их пишут порядка 5% общества. А я не про комментарии, я про то, насколько люди часто читают конкретные новости на конкретные силы. Ну да, это, ну, конечно, это эмоционально. Этнические вопросы не всегда эмоционально. Но в Латгалии, да, в том опросе, который мы сделали в Латгалии, мы спрашивали, согласны ли вы с тем, что вместо того, чтобы противопоставить латышей и русских, да, политики должны решать другие более важные проблемы. 50% согласны с этим. То есть в большинстве общества всё-таки есть спрос на ту мечту, которую я изложила, да, чтобы эти были какие-то другие вопросы. Но, конечно, есть группы, которым это очень важно, которые, наверное, активны на выборах. хорошо, наверное, нам остается только надеяться на что-нибудь хорошее. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас была Ива Берзини, следователь Академии обороны. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...